Командование ДНР сообщило о подготовке наступления в ВСУ по всей линии соприкосновения. ВООН требуют от Киева платить пенсии всем жителям Донбасса. Минобороны России опровергла сообщение СМИ о гибели военнослужащих в Сирии. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в воскресенье вечером провел экстренный брифинг, в ходе которого рассказал об обострении обстановки в республике. Украинская сторона вновь грубо нарушила режим прекращения огня и совершила акт бесчеловечного преступления. Открыв снайперский огонь по военнослужащим армии ДНР, обеспечивающим безопасность ремонтных бригад в ходе восстановления поврежденных от обстрелов вооруженных сил Украины линии электропередач рядом с ДФС. В результате снайперского выстрела был убит один военнослужащий. Постановительные работы в срочном порядке были прекращены. Ремонтные бригады были эвакуированы. Данный факт раскрывает истинную срочность всей украинской власти, которая просто не способна выполнять свои обещания. Не прекращаются и обстрелы населенных пунктов ДНР. Как сообщил Эдуард Басурин, в воскресенье в ВСУ вновь применили тяжелую артиллерию по жилому массиву Донецка, выпустив более 50 снарядов по городу из запрещенных минскими соглашениями вооружений, несмотря на полное соблюдение режима прекращения огня со стороны армии республики. Нет больше повода верить словам украинской власти. Все озвучивающие слова из Киева – это обман и фальшь. После общения Порошенко с Трампом в Украине, вероятно, в ближайшее время будет прекращена финансовая и военная поддержка для проведения террористической операции на земле Донбасса. В этой связи украинский президент пал в полную депрессию и готов совершить от безысходности самые необдуманные поступки – развязать полномасштабную и кровопролитную войну на востоке Европы в любом направлении. Вместе с тем, разведка ДНР фиксирует концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки. На территории Авдеевского коксохимического завода прибыли из населённого Пудокраматорск два ракетных тактических комплекса «Точка-У». А в Новобахматовке на железнодорожной станции выигрывал ещё шесть «Точек-У» и убыли для выполнения задач. В район расположения 72-й бригады Вооружённых сил Украины прибыли две роты националистов во главе с экс-командиром ДУК «Правый сектор» Ярошем. В районе населённого пудка «Волноваха» прибыли подразделения Национальной гвардии Украины. Под покровом ночи, оголяя Крымское направление, с попыткой соблюсти мероприятие маскировки, на усиление механизированных бригад Вооружённых сил Украины на Донецком и Мариупольском направлении идёт переброска противотанково-артиллерийского дивизиона 57-й мотопехотной бригады. Кроме того, установлен факт перемещения 92-й отдельной механизированной бригады в полном составе из Харьковской области в зону проведения террористической операции «Порошенко» против мира населения Донбасса. Из населённого пуда Урзов в город Мариуполь прибыли три батальона из числа националистов Азова. Эдуард Басурин резюмировал, что данные сведения позволяют сделать вывод о подготовке командованием ВСУ по приказу преступного военно-политического руководства Украины наступательных боевых действий по всей линии соприкосновения и проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры. Организация Объединённых Наций серьёзно обеспокоена практикой прекращения выплат пенсий и социальных пособий некоторым переселенцам, а также жителям ДНР и ЛНР. Об этом заявил координатор системы ООН на Украине Нил Уокер. По его словам, в организации есть конкретные примеры недоработок украинской власти в гуманитарной сфере. «Мы, в частности, очень серьёзно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей изымали из списка выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. Мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или временно перемещенными лицами». Также Уокер отметил, что сейчас Международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины относительно этого вопроса. Напоминаем, что выплаты пенсий и социальных льгот жителям Народных республик Донбасса были остановлены в ноябре 2014 года. В октябре 2015 года Первая палата Высшего административного суда вынесла решение о выплате пенсий, заработных плат и социальных пособий тем, кто проживает в ДНР и ЛНР. Однако преступный киевский режим отказался его выполнять. Министерство обороны Российской Федерации опровергло сообщение катарского телеканала Аль-Джазира о якобы гибели российских военных в Сирии. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Канашенков. Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению. Сообщение катарского телеканала Аль-Джазира о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии является очередным информационным вбросом. Вызывает сожаление, что крупнейший арабский телеканал занимается распространением подобных фальшивок. Напоминаем, что ранее в эфире Аль-Джазиры сообщили, что недалеко от сирийской Алатакии произошел взрыв военного автомобиля, в результате чего якобы погибли пять российских военнослужащих.